Всем привет! Я приветствую вас в своем влоге на своем канале. Влог будет посвящен поездке в Беларусь к бабушке и дедушке. Вы уже, наверное, знакомы с бабушкой и дедушкой по прошлому влогу. Значит, этот влог будет немножко большой. Я туда еду не одна, еду с мужем. Вот, он будет... Мы там поездка будет две недели. Я там даже буду праздновать день рождения свое. Я день рождения в Беларуси не празднула, наверное, лет 17. Это уже 12 лет. Вот, будет поездка на фестиваль. В общем, много чего интересного будет, так что не переключайтесь. Так, не только мы едем к бабушке, но и Хьюго тоже едет к бабушке. Хьюго, вон его вещички. Переходим дорожку. Все, будем скучать по нему. Но это не точно. Или точно? Точно не будем. Все, малышек, Хьюго, Хьюго. Он в шоке. Что происходит? Так, сбор в Беларуси день второй. У нас приключение продолжается. Азон отменил доставку корма для Хьюго. А у Хьюго у нас важные передержки. Мы должны были сегодня отвезти корм. Поэтому я отменила доставку. Потому что нельзя было поменять адрес и время доставки. Только получателя. И сейчас я иду в зоомагазин искать корм. А потом еще в магазин покупать еду в дорогу. Ихаю всем приветики. Нам осталось меньше, чем 2 часа до выхода. Я дособираю чемодан. У меня параллельно здесь стирка, уборка. Чемодан я уже почти собрала. Осталось собрать фен. Дайсон там, стайлер. Все такое. Для головы всякие штучки, дрючки. Ну и для ванны. В общем, все такое. Здесь у нас поедет в сумке еда и кальян. Леша сейчас приедет, перейдет табак. Еще куда-то надо обувь впихнуть. Ну что, я уже прям приподнят настроение. Люблю поедать. Сейчас должны скачать сериальчик в дорогу. И вообще будет красота. Мы собрались. Полежа с нами соединить, что он очень недоволен. Темоданчик большой, тяжелый. Ну что, виновата? Да, это моя косметичка. Приехали на вокзал. Вот уже как традиционная очередь к вагону. Все хорошо, Леша? Прекрасно. Что ты ждешь от отпуска? Отпуск. Сначала надо это все будет оттащить. Да, чемодан он очень тяжелый. И сумка тяжелая. Все тяжелое. Я все это буду носить. Ну а кто, если не ты? Ну а кто, если не ты? Ну что, мы приехали. Леша уже курит. Погода замечательная. Сейчас будем заказывать такси и поедем. Потому что чемодан, как я уже говорила, не дотащить. Тачка где-то там. Ну в общем, отдых начинается. На базе у бабули. Я вот сейчас буду стоять, мыть посуду. После завтрака. И бабушка вот мне передает вот такую мисочку эмулированную. Я беру себе пить. Я буду там делать для сырничков, например, тесто. Замешать. А то я в тарелке все делала. Будет теперь мисочки от бабулечки. Да, бабуль? Да. Сходили поменять деньжатки. У меня вон кошелек не застегивается. Вообще. Завтра еще Леша обещал сводить меня на местный базар. Да, Леша? Пошопиться. Идем по парку. Такой вот парк. Раньше здесь были голубые ели. Сейчас теперь просто деревья. Ну тоже красиво. Приехали с ребятами в санаторий на озеро. Какой тут запах. Очень круто. Сейчас будем есть шашлыки. Пить пиво. Я иду прям в шашлык. Вы чувствуете? Круто. Кушать. Есть такой шашлык, говорят, вкусненький. За мной. Насыщенный на события отдых день второй. Мы идем на базар. Как Леша мне и обещал. Сейчас может быть что-нибудь купим. Но это не факт. Что я хочу. Я не знаю. Может быть что-нибудь интересное увижу. А ты? Кто-нибудь хочешь? Да, я хочу пить. Леша хочет пить. Но этого на базаре не будет. О, уже начался. Все. Мы идем. Кстати, базар здесь до 12 часов сегодня. Дня, как бы. Что такое? Я не понимаю, почему у меня все подольше стоит? Может, сегодня поспать все? Ну, сегодня пятница, конечно. Все работает. Но и же те, которые отдыхают. Вот как миленькие. Да? Так. Как выглядит базар? Вот такие вот палаточки стоят. Но это не основное еще, насколько я помню. Ну, было в детстве по-другому. Тут вот так вот. Продают одежку, пожалуйста. Фрукты, овощи. Там где-то специи были. Вот, сейчас пойдем еще что-нибудь посмотрим. Покажу, может быть. Сходили мы на базар. В общем, в детстве как-то это оказалось все более глобально. Не знаю, больше разнообразия какого-то было. Там сейчас просто стоят палаточки с одеждой. Где-то там даже одна палаточка с украшением была. Я такая пришла, думаю, я хотела что-нибудь такое. Какую бижутерию себе купить. Вот. Там такой вообще тишман. Просто ужас. Фу. Стоит там, оля, там по 6 рублей. Я даже не знаю, на русский. Ну, как бы, сережки какие-то вообще. Просто такие прям. Ну, ужасные. 6 рублей. Ну, в общем, такое себе. Мороженое купили на 4. Да, мороженое купили на 4. Ой, а еще мне дядечка один дал подержать цыпленочка. Я там всех погладила. Он открыл, я так взяла. И он такой, не подержите. Я такой, блин, такой прекрасный цыпленок. И дядечка прекрасный, спасибо. Вот, впечатлений на полдня. Вот, купили голубику. И все. Не мороженое. Больше ничего купить не хотелось. Хотя деньги есть, понимаете, да? Вот деньги есть, а тратить некуда. Да, не купим мы тебе трусишки, походу. Вообще, даже вот реально, как люди здесь покупают себе одежду? Мороженое. Сейчас я их посадил. Какие лапулечки. Молепусечка. Можно я его поклашу? Малышек. И там еще два злодусечки. Серенький, какой красивый. Молочко кушает. Ой, мамочка красавица. Серенький. Алёска стоит, смотрите. Своими покупочками. Мы ему купили тапочки. Будет самый модный. Бабулечкин двойник. Котик умненький стоит. И лапку поставил, чтобы не упасть. Из этого вот крана не будет пить. А вот из маленького будет. Бабушка, что бы ты без него делала? А ты знаешь, теперь уже и мы так говорим с дедом. Такое развлечение каждый день. Раньше нормально жили, а теперь не знаем. Нажимся спать, если нет, идем искать. У нас сегодня опять драйвички. Вот. Будем кушать и бабушкин фирменный чай, как обычно. Эксклюзивный. Да. Павлик. Бабушка, ты нам мешаешь. Неужели не понимаешь? Уходи. Я постояла. Я лишняя. Собралась и ушла. Это вы это убрали потом? Ну, конечно, вы убрали. Вы пошли вон под этот сам. На улицу потом. На улицу. А мне пришлось назад, а мне назад. Ну, так зато сколько это... Дело в день, можно было вообще кучу сделать. Не скучала. Да. Но зато есть теперь что вспомнить. А здесь были рабочие и видят, что они бегают так и выискивают песок. И взяли, привезли с вал песка вот к тому дому, что напротив. И они же за лето этот песок весь вынесли. В дом. Приходят, все в песке, а они... Песок высоко, а они дорывались до низу и там прятались. Это надо было... А визгу было... А дед, за воду тогда не платили еще. Дед включит воду и поставит. Душ такой. Душевую лейку, лейку большую. И они тут все. Визгу, крику... Около гастронома было слышно. Правда? А какие дни для рождения дедушка делал тебе? Переодевались. Кстати, я же в этот день рождения буду тут. Переодевались и ходили переодетые по городу. Что там творилось? Это вообще... Олесь отмечтала, что это самое... Вырастут. Обязательно на 1 сентября приедут, отмечат свой день рождения. Думала, будет так, как есть. А теперь... Даже сколько лет вы уже не встречались со всеми? Да, много. А уже некого... Единственный, кто сюда еще только приезжает, так это Юра. И то не иногда. Он женился, между прочим. Поздравляю. Так, ну чего, мы собрались с Лешей. Идем к ребятам. Будем там, ну, устраивать вечер встреч, грубо говоря. А потом мы с Личкой пойдем в бар. Я была в статистике. Будем снимать видео всякие прикольные. Вот я такая... У меня такой лук. Не знаю, видно, не видно. Платьишко красивое, прическа. Вообще, все как надо для деревенской тусовки. Для тех, кто смотрел мой первый влог из Рыжан, помнит, наверное, вот этот прудик. Какой он был зимой. А теперь посмотрите, какие красивые ивы. Как там красиво, как тут красиво. Помните, я вам говорила, что здесь такая красота? Сейчас пойду, покажу. Может быть, поближе. Там, кстати, вот второй прудик небольшой. Солнышко, Леша. Такая вот красота. А раньше здесь вот были катамараны, и можно было кататься. И ив было вот еще побольше. Вот прям вот таких вот огромных, больших. Сейчас пойдем прямо туда. Сейчас ускорюсь немножко. Вы посмотрите. Какая красота. Какая красота. Так, что, мы, короче, с Викой. Мы пошли затарились. Сейчас идем за местной пиццей. Потом бахнем немножечко там коктейльчиков, которые бесплатно сегодня дают. И потом пойдем еще за добавочкой шампанского, потому что там была одна бутылка. Этого нам мало, конечно же, естественно. Естественно. Вот, ну и все. Дальше уже покажу вам, что дальше будет. Что? А у меня уже все. Почти пусто. В общем, как хорошо. Ребята, иметь свой дом. И иметь друзей, которые в этот дом позовут. Можно вот так вот посидеть, покурить кальянчик, попить шампанское на крылечке. Там вот, понимаете ли, мужья хлопочут, что-то там делать с ребенком сидят. А вы сидите, чилить и отдыхаете. Вот. Что скажешь? Я вообще не знаю, что сказать. Уже все, язык... Не, мне нормально, просто я стеснительная. Не, кайфово, кайфово. Сейчас закат встретили. О, да, вот смотрите. Какая красота. Тишина. Вообще никого нет. Можно хоть голышом сидеть. Я привыкла носить, получается... Поп-поп. А они получаются как ниже пупка. Это, наверное, модель такая просто. В общем, мы идем на дискотеку. О, помнишь? О, дискотека. Что это такое? Унк. А, дело молодое. Ну, вы поняли атмосферу, да? В общем, не переключаюсь, ребятки. Будет весело. Я вам отвечаю. Боже мой, как вам повезло, что вы смотрите мой влог. Это просто... Пушка. Пушка-бомба. 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 Пахнет на утро. День третий. Ой, я, короче, сейчас встала. Время сейчас, по-моему, 11 часов. Я иду в ту половину, потому что я очень хочу почистить зубы. Потому что мы вчера легли спать с нечищенными зубами. А я ненавижу такое вообще. Должите спать с нечищенными зубами. Мы вчера вернулись поздно. И чтобы не будет бабушка, уже дуну маму. Взяла с собой маску. Сейчас умоюсь, почищу зубы. Взяла масочку. Превращусь в человека. По планам у нас не знаю, что вообще. Бабушка там хотела прополоть, по-моему, дорожки. Прополем дорожки. Посадим, наверное, малину, которую мы притащили из Питера. Вот. Мне надо заняться стиркой. Потому что вчера вечером, когда мы возвращались с Викой из бара, на нас прыгала собака большая. Ну как на нас, на меня. Вика ее боялась, убегала. В общем, я ее так ладила. И она такая прыгала на меня. И у меня все платье светлое. В таких черных лапах. Вот у бабушкины цветочки. Что, мы уже переоделись. Покушали. И сейчас будем заниматься огородом. Я буду вот здесь вот полоть грядки. А Леша будет там где-то собирать смородину. В общем, такой вот огородик у бабушки. Ой, еще надо клубничку собрать. Посмотрите, какая там клубничка растет. Ммм, вкуснотища. Где-то еще тут было. Короче, много клубники. Бабушка попросила собрать. Хорошо. Скажите мне, где вы еще пьете колонжные водички? Как-нибудь бабушки в деревне. Я, кстати, только закончила. Делать грядки. Я буду таким вместо двух и делаю четыре. Сейчас покажу. Делала вот эту, вот эту, вот эту и вот эту. Вот полу от сорняков. Сорнички вот здесь. Конечно, не обошлось и без конфузов. Выдрала кустик хризантемы. Извините, слишком похож на сорняки. Бабушка сильно не ругалась. Хорошо, что я спросила, сорняк это или цветок. Потому что там еще было. Вот. Так что мы сегодня молодцы. Очень хорошо все подделали. Еще осталось посадить малину. И помочь дедушке лук на чердак занести. Вот. Так что мы не только отдыхаем, но и работаем. Короче, ситуация сос, ситуация храб. Мама дала вот эту малину. А бабушка с дедушкой говорят. Ну, то есть, чтобы я должна была посадить. Мама сказала так, что типа я летний месяц. А вот бабушка говорит, что первый раз о таком слышит. Ну, говорит, ладно, типа. А они говорят, что навоза там кучу надо. Какой-то метр шестьдесят на шестьдесят глубину. Блин, квадрат этот копать. Копать. И я вообще не такой. Нет, не соглашалась. Думала, просто воскну ее в землю и все. Еще и дождик капает. Погода классная. Немножко дождик марафит. В общем, сейчас поужинаем. Будем заниматься вот этим вот всем. Да, Персик? Бабушка, ну не хочу я навоз копать. Придется, ты летник. Тебе крупно повезло. Ну, ладно. Вот и настал мой звездный час. Я иду с лопатой. Дедушка взял на себя всю грязную работу. Сейчас вот с таким вот красивым... О, какой вид вы посмотрите! Мы сейчас с таким красивым видом будем заниматься посадками. О, так малины куча! Бабушка, может не надо? Не надо. Это другой в этот самый сорт. В общем, это была подстава века. Тут я не знаю, сколько этих малин. Я думаю, так, вверху копаем мы здесь. Это надо. Потому что... Как красиво. Ну, как небольшой. Примерно вот такой-то надо. Да? Да. Вот такой вот надо. Нет, даже не такой. Ой, ну, в общем, я рада, что мне не нужно навоз таскать. Вот это, кстати, для тех, кто не знает. Вот это вот навоз. Они на следующий год будут такие, как и спицы. Это надо будет примерно через этот сам. Это где-то вот до Сюдова надо копать. О! Вот на... Походу, Лёша, ты попал. Вот эту ширину копаем. Так, пасмурное утро у нас сегодня. Мы уже сходились. Лёша, помогайте. Магазины даже, так сказать. Потому что всё в одном магазине здесь не купишь. Надо ходить по-разному, чтобы собрать свою продуктовую корзину. Вот. Я купила товарожок. Сейчас будут на завтрак у нас сырнички с рисовой мукой. Рисовую муку мне вчера Вика привезла. Из слонима они ездили с мужем за продуктами. Вот. Но сегодня я увидела рисовую муку тоже в магазине. Так что, ладно. Но она ещё кучу всего другого привезла, потому что здесь нет. Вот. Так что такое вот у нас ленивое утро. У нас уже почти 12 час, наверное. Погодка сегодня пасмурная. Поэтому мы сегодня никуда не торопимся. Наслаждаемся. Чилим. Все дела. Мы решили, что сырнички отменяются. И будем докушать картошечку вчерашнюю. Это у меня деть молочек обезла. Кто знает, я его из Питера привезла. Лёша сидит, а бабушка его откармливает. Да. Запомните его таким. Идём мы сейчас такие. Лёша говорит, я видел здесь лебедей. Идём. Лебеди, да? Ребят. Серьёзно? Вот. Лёш. Да лебеди. Просто натуралист. Ребята, приключения продолжаются. Смотрите. Кого мы увидели? Блин, плохо видно, наверное. Это Аист. Он вот там на столбе сидел. А сейчас я попробую подойди поближе. Как будто не свалиться. Борём с этой горы. Нет, ну я вам обязательно. Вы городские не видели. Ни гусей, ни Аистов так близко. Я просто обязана вам показать его. Я иду. Главное, чтобы он на меня не напал. Я с этими... Я с намерениями добрыми. Посмотрите, ребятки. Как близко. Я рискую жизнью. Рискую жизнью. Подхожу ко... Полетел! Полетел! У-ху! Я бы видели. Офигеть. Вот это контент, ребята. Проснулась. Во-первых, сейчас девять с лишним утра. Даже не полдесятки. Я уже проснулась и иду готовить сырники на завтрак. А бабушка... Я вот только вышла. Я только в туалет. А бабушка уже с картошкой идёт. Типа граники будет готовить. Я говорю, нормально, бабушка. Ты у меня посидеть хочешь? Вообще. То есть они не подрались из-за этого. Вот. Так что сейчас будут сырнички и граники. На завтрак. Ой, настал тот день. Вот она, тележка навоза. Ёша начал копать. Бабушка что-то там делает. А я... А я... А я... Не бью я баклуши. Я иду, проверяю урожай. Вон, смотрите. Малиночка, пожалуйста. Ой. Ой, вкусненькая. Что ещё-то есть? Или три ягода на куст? Зачем есть сук кустов, если ягод нету, блин? Ладно, сейчас тоже пойду, конечно же, работать. Что я? Ну, дерьмо, господи. Спустя, блин, часа два мы вот это всё остатки... Ёша скопал, мы ещё потом всю траву вот так вот выковыриваете вот этой тяпкой. Вот так вот всё вот делаете, траву выковыриваете, и потом вот ещё вторым разом надо идти. Короче, копать грядки — это вообще такое себе дело. И вику опасно в огородку встать, она как экскаватор. Ну? Лопату взяла, чтобы я могу побольше дать. Ты когда бабушку такую дала? Давай, бабушка, кашечки. Ты на ужин готова? Да. Они с моим лицом. Ой, слишком много. О, вот лава. Масик. Ох, вот ляшка такая. Сейчас, подвести. Потопчемся. О, вот ляшка. Попил обувь, что там? Что за хора? А нет у нас? Нет. Две оставались, что их держать-то? Всем приветики. Я иду уже к Вике. В гости мы решили выйти на пикничок. Я несу всё для сэндвичей. Вика будет делать кофе нам с собой. Пойдём в какое-то красивое место. Не знаю, куда. Надо, где выговорить, есть какие-то беседочки. Колокольный звон. Всё как надо. У нас тут романтичный обед. Рожа говорит, пойдём на улочку, чай попьём. Вот я вот чай с чипсенькой, конечно. Белорусские вот такие вот чипсы есть. Мегачипсы вкусненькие. Что сделать в бутерброд? Сидим под виноградом. Красота. Есть в этом какая-то романтика, конечно. Песня. Пушка. Кстати, сыр с лугунь здесь вообще вкусняшка. Довольненько вкусненько. Всем привет. Нам остался один день до отъезда с палатками. И мы просрали Лёшину толстовку. У него была любимая толстовка. В общем, то ли мы её в поезде оставили, то ли где-то она выпала из пакета, то ли что. В общем, у него нет толстовки. А это будет 11 градусов ночью. Нужно купить что-то тёплое. Мы пришли. Пожалуйста, промтовары. Сейчас будем тут искать курточку. На отдельной модели пальто скидка 20%. Так, посмотрим, что тут у нас есть. Так, погнали. Скидки, скидки. Сплошные скидки? На женский и детский ассортимент. Но нам-то не женский, не детский. Нужно мужской. В общем, идём смотреть. Как разлюбить и рак любви. Вот именно что здесь у нас есть. А вон курточки, наверное, там. Нужно сумочек, кстати. Смотрите, какая. Лучше нужна своя жилеточка. Кстати, идти хорошо, нормально. Берём? Ага. Не, Лёш, ну это же не куртка. Повернись из сада. Это не положено. Ну вот ветровку, может, хотя бы. Е-ху, доброго вечерочка. Е-ху. Е-ху. Мы уже идём в этот раз с Пиццкой. Как вы думаете, к кому? Всё правильно. Опять к Максиму и Вике. К кому же ещё нам подходить по вечерам? Вот, сейчас будем пить чай. Кушать пиццу. И обсуждать завтрашнюю поездку. В общем, завтра мы же едем. С палаточками. Я вся в предвкушении. Ты ходишь в предвкушении? В предвкушении. Ну, Лёша, ну не придулись сегодня. В общем, я в предвкушении. Лёша в предвкушении. В общем, соберём кучу матрасов, тёплых подушек, одеял. Так что, как-то так. На завтрашнее изделие будет весь сборник. Ой, смотрите, какая пицца. О, да. О, поближе давай покажу. Ммм, вы чувствуете этот аромат? Завидуйте. Вон, Лёша разбудила, чтобы он пошёл Дешке помог. А оказывается, не надо. Не он сами всё делает. Да, Лёша? Мы собрались. У нас, кстати, вещи всего лишь. Вот, получается, запихнуло. Вот это всё. Подушка не влезла. Сумка и рюкзак. Там мисочки, всё-таки, бабаса косметичка. В общем, я уже в таком предвкушении. Я прям так люблю автобутешествия. Я прям так хочу, что скорее же ехать. Ждём ребят. И выдвигаемся. Кстати, они уже скоро поедут. Вот 500 километров, 500 с лишним километров будет офигенно. Всё, мы выдвинулись. У нас дружная компания. Лёша, А Вика, Максим за рулём, как обычно. В общем, всё. Путешествие началось. Видите, вещей много. А ещё больше костей еды. Там у людей атмосфера. Так, в общем, это наше место. Это место Вики с Максимом. Тут вот так всё огоражено. Смотрите, целая беседка. Максим. Это я. Там кострища. Вот это ребята всё организовали. Здесь вот такая вот что-то... Ой. Господи, какая-то такая типа штука. Там холодильник. Кухня, короче, полевая. В общем, очень круто. Сейчас собираемся. Время уже почти 2 часа ночи. Тусочка! В общем, можно не спать просто. В общем, нельзя не спать. Не знаю. В общем, платочка маленькая. В таких подушках. Короче, не знаю. Как это будет ночь пройдёт, потому что вот если вы это слышите, то вот так всё слышно. ещё у меня замерзли ноги. А я только легла. А я в носочках и в пижаме. Под двумя одеялами. Капец. Доброе утро. Мы идём менять билеты на просветы. Пороснулись. Смотрите, какая там красота. Озеро, куча палаток. В общем... Мы идём ещё менять билеты. В конце края нет. Мы получили билеты. Пожалуйста. Вот. Эта штучка тоже вот. Всё, уже 9 утра. Уже дискотека. Начинается потихонечку. Ребятки. Выспавшиеся. Всё, поехали. Так, ну что у нас завтрактайм? Да, бля. Ты не в тот дом залетел. Можно? Пожалуйста. Безлактозное молоко из Питера. Кофеё. Сыр с плесенью. Бутербуртики. И вид на дискотеку. Солнечные очки одевают. Лицо вообще с утра. Потому что у меня все ножки поблажали. Ужасно помято. Слушай, прогуляться. Какая-то ты. Я снимаю, знаешь, что делаю? Такой вообще огромный город. Озеро вон там видно. Там вот ещё палатки. Вон туда куда-то пошёл. Вообще. Красота. Колький вкус твоей любви Меня убил. Тебе весил, а ты, змея, пустила. Я любовный яд. А я так рад, что всё прошло. А может быть, и не было. И ничего. Прощай, прощай. И никогда меня дожди. Да. Да, у нас что, вообще пыли со всех сторон. Мы прошли. В общем, сейчас будем смотреть, что-то как. Жарко, но мы оделись тепло. Что, где ребята там? А, вот они. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Идёте под вене за яку-стеку. Даже хорошо, что ты не приехал. Я не плачу, это все типо метра. Прикрываю чувства дурацким смехом. И бежим ты! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Знаете, единственное место, где было кота на альтернативном молоке, вообще, это кофе. Кофе лайк. Прославие, господи, я их обожаю. Максим не пойдет, он будет нас снимать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ну что, сегодня у нас выступает Джонни, поэтому нужно помыть голову. Мы с вичкой соорудили. Нам подогрели водичку под генератором, ковшичек. Ну, вот сейчас будем приступать к мытью головы. Джонни, жди, мы будем красивыми. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ну что, день второй. Мы в очереди, как видите, причёска под меня Дайсона, потому что Дайсон, походу, мой, сломался. Я надеюсь, что это не так, потому что проверить это негде. Через эту штучку здесь вот едят. Как это что-то называется? Ну, которая вот это даёт нам электричество? Генератор. Генератор не получил. Знаете, хочу сказать отдельное, отдельный плюс в том, что так у людей очень много, но досматривают прям очень хорошо прям. И девочек, и мальчик, вам чупают со всех сторон. Глядывают к сумке, проверяют бутылечки, что на них написано. Вот, и сейчас я иду в какую-то хендмейт эту штуку, хочу купить себе что-нибудь на память. Нам электричество. Видите, какая красота. И шокер, и эти. 18 рублей. Я считаю, на память зайдёт. Сейчас мы пойдём птичка сделать в лёсточке. Тёме, он расположен, что здесь далека. 50 рублей, пожалуйста. Спасибо. Портируй. Пошли пустой стакан, стакан, чтоб я не смог набиться на ПАПА, А вот, ты знаешь, насколько я не вступил. Открою к тебе, с головы дороги, поснишь с меня лучами, расскажи мне, что ты не считаешь. С любовью, с небесом, Целый мир как много, а не крупный мир Мир как любина, чтобы Будь соединен, ты моя Будь моим огнем или водопадом Будь моим самым-самым сладким ядом Без тебя в жугасе будто искрецари Ты люби меня, как мне вы не люби Все вновь, все ворьба Твоя нога, но мы не вдвоем Мы не вдвоем, мы не вдвоем Без тебя в жугасе Ну что, финальное утро. Чек! Сейчас что, в общем, у нас сегодня день сборов Нужно встать, собрать все Там вот типа «Анкин, Ангалы, Хладинки» Мои вещи еще Мои вещи еще Я их раскидываю Я нас родили в осень уже, хочу домой Это была первая ночь, когда мы поспали более-менее в тишине Потому что все равно было просто ужас, вообще ужас Хочу нормально поспать, помыться и все вот это вот Какой мой макияж вчерашний Такая красоточка Все, мы собрались и едем Все недовольны, потому что они хотят идти пешком, а машину закидывать нельзя Вот людей сколько, все выезжают Какой скоростью мы будем двигаться, непонятно Время 12 часов Вот, ну ничего, потихоньку доедем Всем доброе праздничное утро У меня сегодня день рождения Бабулечка уже сегодня с утра приготовила Какие-то пирожки из интернета, сказал Вот, сейчас будем завтракать Дедушка уехал к врачу Вот, присоединится к нам попозже В общем, буду втыкать свечки в бабушкины блины Потому что в этой деревне, извиняюсь Все закрыто на учет Тортик даже не купить день рождения Все хорошо, прекрасная маркиза Все хорошо, все хорошо Ой, уже буква С Как Эль С днем рождения тебя С днем рождения тебя С днем рождения Я уже собралась Какой-то у меня лук, лучок Платьишко, пожалуйста Кстати, Дайсон работает Пляшем девочки Только девочки поймут, короче Сейчас все Едем в беседку И празднуем день рождения Так, ну что, короче, мы приехали У нас вот такая вот беседочка С таким вот столиком Все удобства Алеша делает все у нас Как обычно Что делаешь? Обслуживатель Правильно Хорошенько забей Забей Пахнет норм Проходим, девочки Проходим Красиво Красиво Ну что, у нас сегодня день второй Празднование дня рождения Сегодня Леша сходил Сегодня с утра опять Караулить тортики И 10 минут ждал Пока привезут И выбрал самый красивый Вот Сейчас будем так, что тортик Сегодня тоже будет Просто Бабуля там пошла Разговаривать с какой-то Чученькой Ну, как Деловая Деловая Вот Сегодня у нас такой крайний день уже Завтра мы уже днем уезжаем Поэтому отдыхаем Максимально Мы решили пойти с бабушкой За дикими шампиньонами На какую-то полянку Она знает Я нашла в шкафу Такие вот штанишки Из детства Было бы все хорошо Если бы не вот это Блин Это что такое? Вот это Да Это как бы Детские штаны наши Были Молодежные Ну, Олесины точнее Вот эта жизнь Ты помотала Ну что, мы Дружной компанией Выдвинулись Через огород Среди Поле картошечки У бабушки Вот домик там Но это поле Остается под аренду А вот там Трудь за кустиками Это их небольшой Типа Огородик Они уже Держат только Раньше-то все Здесь было засеяно И вон там За забором Тоже их Огород И Там раньше Тоже была картошка А сейчас там сад Вот Так что мы Идем сейчас За шампиньоны Я подготовила пакет Дедушка мне дал Сейчас пойдем В общем, походу Нас Обманули И нет Неженьких Грибов Видимо Бабушку Хотела дядечка На тайное свидание Опознать И сказала Вот за котельной Там туда Поляна Грибов Ага Ага Что, пакетик Если она сам Не явился Да, если сам Не явился И грибов Нет Пакет Пустой Все заросшее Ужасная История О, смотрите Травма детства У кого-то была С репейником Связана Волосы Там В одежду Очень умно Не попал Не попал же Сходили с Лешей В магазин Купили Шампиньоны И курицы Бабушка нам В дорогу Будет делать Пирожки Вот которые Она на день рождения Тоже сделала Такие вкусные Вот То, что она Леша попросила Сделать в дорогу В общем Будет делать Пирожочки И так же себе По Коле Сидим на лавочке В парке Романтика Пьем колу Хорошо В деревне Летом Погонос Шагачки Летом Единственное Развлечение Короче Здесь ходить По магазинам Реально Женщик Мы по пару раз На дню ходим Мы такие шопоголики В Питере Столько не ходим Сколько тут Ой Сходим один раз Затем Потом Ой Еще за другим Короче Ну а что еще делать Не знаю Ходить по магазинам И с друзьями Встречаться Все Ну и в огороде Копаться Вот эта улица На которой Бабушка моя Живет Здесь Раньше Вообще Этого асфальта Не было Это положение Наверное Года два Так непривычно Это смотреть Там лежачий полицейский Здесь пешеходный переход Тротуарную дорожку Сделали Там пешеходный переход Вообще В нашем детстве Вообще Такого не было Здесь Было просто песок Мы гонялись Здесь на великах Заносили Я даже По-моему Вот в этот дом Кстати В этот забор Был деревянный Я как-то Врезалась В него Не успела Затормозить Вообще Так все Поменялось Так Ну что Мы попрощались С ребятами Посидели Поболтали Попрощались И так грустно Стало Так мне захотелось Уезжать Сейчас идем До дома Вообще Темнотища Подарем Светимся Ее в глаз Будем сейчас Бабушка Сегодня Пекла Блинчики Мы обещали Ей попить Чай С блинчиками Поэтому Сейчас уже Время пойти Полдвенадцатого Мы сейчас Пойдем И будем Пить Бабушкины Блинчики Пить блинчики Пар идет Видно Как холодно Мы тут На футболочках Выразились Вот Ой Ива Романтика Все Впихнулась В этот огромный Чемодан Опять Леша Будет Пыхтеть Трыхтеть Краснеть Запихивая Его На третью Полку Вот А И еще Я Как бы Немножко Удивляюсь Своим Способностям Так Танцевать Что У меня Мои Сандали Вот эти Вот Им Кстати Ну Я их Накупила В начале Лета И у меня На двух Подошвах На этих Сандалих Вот Произошла Вот такая Вот Ситуацион Понимаете Такая Толстая Подошва И все И она Вся Вот так Согнулась Как я еще Так танцевала В этих Барах Ружанских Непонятно И Доброславских Озерах В общем Предуступает Новый А И да Забыла Сказать Всем спасибо За просмотр Подписывайтесь На мой канал Ставьте лайки Комментарии Увидимся В следующем Влоге Не знаю Какой он будет И будет ли Вообще Спасибо Что Не прошли Мимо Пока Не кто Скажет